Ну что же дорогие друзья, вот и прошел долгожданный поединок между Джастином Гэджи и Майклом Чендлером. Более года мы ожидали эту встречу и наконец-то она состоялась. Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено техническому разбору уже прошедшего поединка Гэджи и Чендлера. Постараемся понять, что же произошло. Не забывайте пожалуйста про лайк и комментарий из четырех слов, а также про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать ничего интересного. Окей, мы начинаем, погнали. Это бой года, вау. Первый раунд начался как я и ожидал, в разборе я отмечал, что Чендлер крайне быстрый силен в первые раунды, пока свежий и так и было в бою. Майкл хорошо попадал с Джеба и выглядел намного быстрее, чем Гэджи, попадая хорошими связками и уходя быстро из линии огня. Джастин попытался оказать давление и поймал резкую контратаку от Железного. И последующее время раунда Чендлер выглядел максимально хорошо. Быстро и резко входил на ближнюю дистанцию и выходил из нее то, что от него и требовалось. С середины раунда дошло до абсурда. С двое в правой прямой он заставил Джастина синицировать клинч. Кто вообще мог подумать, что Гэджи будет входить в борцовские размены? Но чем дольше поединок шел, тем меньше бензина оставалось у Чендлера. И соответственно он замедлился. Джастин начал замечательно ловить Майкла на контратаках хуками. И блин, дичайшим апперкотом. Апперкот это излюбленный удар Гэджи, как мы помним еще с его поединка против Майкла Джонсона. Но в бою с Чендлером этот удар заходил вообще как себе домой. Против низкорослых оппонентов подобный панч это настоящий криптонит. Учитывая то, что Железному приходилось прям подсаживаться для входа в борьбу. Первый раунд вышел близким. Оба плыли и наносили весомый ущерб оппоненту. Но in my humble opinion отрезок за Майклом. И снова же было заметно, насколько Чендлер устал. Разберем момент с лютым нокдауном от аризонского рубаки. За мгновение до Майкл, заходя с левой руки, будто бы хотел войти в клинч. Но словил контратаку с хука. И через секунду снова зачем-то повторил такое же действие. И уже словил апперкот, который мы обсуждали с вами минуты ранее. Лютый нокдаун по-настоящему жестокий. И мне казалось в лайве, что Чендлеру уже не выжить. Но каким-то образом этот чувак выживает. Просто настоящая жесть и безумие. Второй раунд проходил полностью по диктовку Джастина. Видимо Майкл взял перерыв. И возможно этот раунд можно было отдать даже 10-8. Но вот в третьей пятиминутке Чендлер начал делать то, что от него и требовалось. Как мы отмечали предпоединком, Майклу нужно было брать на заметку. Геймплан Альвареза. Где тот работал по корпусу. И Чендлер начал жестко пробивать связками. И с панчей по среднему этажу хайлайта. И не говорите, что эти удары не имели вес. Еще как имели. На самом деле третий раунд складывался максимально близким, как по мне. Эффектный тейкдаун без должного контроля от Майкла. И уже после него было заметно, что сил у Чендлера не осталось вовсе. Но стоит отметить, что несмотря на все мои заявления, что у них у обоих нет кардио. Парни задали настолько высокий темп, что любой бы боец на свете устал. Настоящая жесть. Концовка, очевидно, ушла за Гейджи. Так как он жестко попадал. И не знаю, мне кажется, что можно оценить этот отрезок. Сторону любого из них. Максимально близко вышло. Возможно. Нужно пересмотреть все раунды. Супер тщательно. Но первое впечатление было таким. 10-9 Чендлер. 10-9 или 10-8 второй раунд Гейджи. И третий 10-9 Майкл. Но я не заявляю, что мое мнение правильное. Просто раунды, кроме второго, выходили реально близкими. Даже если бы объявили ничью. Я был бы согласен с исходом. И из-за этого перед поединком я вам говорил. Просто насладиться этим боем. По ходу их встречи кто вообще мог подумать, что бой дойдет до решения. Они же разменивались, шатались, падали. Это было невозможно, чтобы бой не закончился нокаутом. Но, как видите. Предрекая будущие комментарии. Нет, я не думаю, что Майкла обокрали. Гейджи победил заслуженно. Но бой вышел намного ближе, чем я ожидал. Учитывая темп и ход встречи. Мне казалось, что Челлер сдох после первого размена. Но характера у него не занимать. Окей, почему же так вышло? Во-первых, я получал кучу сообщений. Как в комментариях, так и в директе. Что вот, Майкл просто повалит и забьет Гейджи в партере. Так как он нулевый в грэплинге. Да, в грэплинге. Он скорее всего простак. Но я сто раз говорил, что Джастин. Очень хорошо стоит на ногах. И не один тейкдаун. За исключением последнего в третьем раунде. Он не пропустил. И то, должного контроля от него не следовало. Далее мы разбирали, что Челлер очень скоростной. И сильный до поры до времени. И как Майкл устал, он начал пропускать и шататься от ударов. Возможно, если бы он работал по корпусу самого начала поединка. Учитывая его преимущество скорости. Бой мог выйти другим. Как мы заметили, Челлер удары держал. Поэтому, не знаю, у Майкла было все, чтобы выиграть. Но также стоит отдать должное Гейджи. Возможно, в этом и состоял геймплан. Из минусов Челлера перед боем мы отмечали. Что он входит в ненужные размены. И Джастин буквально вызывал его на эти самые размены. Попадая хорошими ударами в них. Во всяком случае, бойцы показали настоящие фейерверки. Поединки Гейджи и Челлера никогда не бывают скучными. Но, учитывая, как прошел бой и как они дышали. Да, был высокий темп и так далее. И все же не знаю, что может тот же Гейджи сделать против Махачева. Который вряд ли будет зарубаться с ним в стойке. Это просто мысли. И если UFC хотят вывезти американца на титул. Нет никаких сомнений. Он должен обойти слома в титульной гонке. У меня в голове не имеются картинки. В которой Махачев может проиграть этот поединок. Единственное, если пропустит. При неудачном тейкдауне. Но не знаю, просто я бы хотел глянуть Гейджи. Против Оливейры или Парье. Это 100%. Кстати, друзья, хотели бы вы отдельный ролик, посвященный Джастину. На минут так 15-16. Давайте наберем 7к лайков и все будет. И также жду ваше мнение насчет судейского решения. И в общем боя в комментариях. Вот такой вот вышел на спейзинг, друзья. Ну что, все прошло как вы ожидали? Или что-то вас удивило? Давайте обсудим все в комментариях. Ребята, не выключайте видео. У меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него. А я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение. С помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧАЭС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно поделитесь всем с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост. Поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok